Как вы используете бессимянки для опылителя? Как вы используете бессимянки для опылителя? Потому что это слишком важно, чтобы улучшить и концентрированные размеры. Так как мы уже затронули бессимянники, мы будем рассмотрим в дальнейшем самый важный вопрос на бессимяннике – это применение опылителя. То есть имеется в виду пчел. Ну, кроме диплойного арбуза, еще пчел для опыления. Северный бессимянный арбуз без пчел для опыления – это не возможно. Это не возможно. Но северный – это хорошо. Вы не нужны бессимянные. Выращивание бессимянного арбуза без пчел – это, по меньшей мере, очень проблематично. Конечно, когда мы берем обычный диплоид, там пчел их не нужно. Все инсектики могут выполнить пчел, но без пчел – это может быть пчел. Особенно это может быть пчел. Даже если нет возможности, это может быть пчел. Но я не думаю, что пчел сделает работу как пчел. Для опыления мы используем преимущественно пчел. Конечно, если у нас нет возможности найти пчел, мы можем заменить их шмелями. Но, в принципе, я не думаю, что он просто стоит настолько острым. И это время для входа в пчел. Это первое, что флорит в пчел. Вы должны входить в пчел. Очень важный момент, когда мы располагаем улики с пчелами на поле, когда нужно их заносить. В момент, когда на поле появляется первый цветочек, это уже сигнал для нас, что можно располагать улики на поле. Для крупноплодного бессемянного арбуза нам надо 4 улика на гектар. Если это мини бессемянный арбуз, то 5 уликов на гектар. В Израиле мы плачем очень много. Очень дорого стоит расположить пчел на бессемяннике, но все понимают, что это и является обязательным условием. Если плот слишком большой, то мы поставим несколько здесь, и несколько здесь, и несколько здесь. Но лучше их оставить в противоположном воздухе, потому что они пчелы, 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 пчелы. И потом они вернутся, чтобы иметь пчел. Если поле у нас слишком большое, то мы можем расположить пчелы не в одном месте, а, допустим, вдоль одной из сторон, грубками. Но важным моментом является то, что их надо располагать с подветренной стороны поля, чтобы ветер дул с поля на улики, чтобы пчелам несся запах пыльцы. Я уже говорил, когда переносить пчелы. Но когда переносить пчелы, то мы должны рассчитывать. Я буду рассчитывать сколько фруктов я имею в 1-1 пчелы. В 1-1 пчелы, если я имею в 2-3 крупных фруктов, то это время для получения пчелы. Почему я хочу собрать пчелы? Потому что я нужна концентрация на уровне, концентрация на уровне. Потому что, когда мы собираемся, то легко собираемся. Все большие пчелы. Все они同じ мастерство. Мы уже упомянули, когда у нас наступает момент, чтобы улики заносить на поле. Но также является очень важным вовремя их убрать с поля. Для бессемянного арбуза мы ориентированы получить 2-3 плода на одно растение. Когда мы уже видим на поле, что сформировалось 2-3 плода, это уже время, когда нужно улики убирать. Почему мы это делаем? Это нужно для того, чтобы получить концентрированный урожай. Когда бессемянное растение будет прилагать все усилия, чтобы накачать вот эти 2-3 плода. Если у нас навешивается больше и запылится, то тогда у нас будет больше невыровненности, неоднородности и меньшего размера плода. Когда вы считаете, то вы увидите, что некоторые фрути имеют 1 кило, а другие – 0,5 кило, а другие – немного большие. Но мы нужны между 2-3 крупных фрути. То есть мы приходим на поле и смотрим. У нас, допустим, первый арбузик около килограмма, второй – 0,5 кило, и третий – еще поменьше. Но главное, помните, 2-3 плода на растение и улики надо убрать. Если бессемянное растение, то, конечно, вы увидите больше фрути. Но все остальные фрути будут оставаться маленьким. Вы не нужны. Если бессемянное растение, то вы увидите больше фрути. То есть если улики остаются в поле длительное время, мы можем увидеть, как на растение навязывается 4-5 и больше плодов, и все они будут небольшого размера. А какой должен быть вообще типичный размер для экстры? Вот тот, вот тот, там же не полтора килограмма, там килограмма 30 копеек. Имеется в виду в среднем полтора-два с половиной. Если первая вязь, она всегда будет больше. Если надо растаять до трех килограмм, там, или немножко больше, то... Дим, скажите, у нас с пчелами, я думала про них. Две проблемы. Во-первых, в центре поля очень жарко, надо какую-то тень как-то создавать. Это первое. И главное, мы все обрабатываем арбуз, а пчелы не надо. Есть проблемы с пчелами в Украине. Первое. Если вы поставите в центре поля... Не в центре. Не в центре. Не в центре. Если вы спрашиваете, это не в центре. Не в центре. Ага. Ага. Еще одна вопрос. Это слишком холодно. Нужно обрабатывать арбузы. Чтобы минимизировать эффекта от холода. Также у нас есть холодные сезоны. Believe мне, у нас есть холодные сезоны. И они могут адаптироваться. Они могут адаптироваться даже в этих холодных дней. Это собеса или мы должны найти собеса, которые адаптированы? Нет, нет. Вы используете халипин. Халипин – они знают, как адаптироваться к холодным сезонам. У них тоже бывают очень жаркие сезоны. И, в принципе, в открытом грунте никто пчелам не притеняет. Они сами адаптируются к этому. Второй вопрос. Улики никто не размещает в центре поля. Потому что, правильно сказали, идут обработки. Когда планируются обработки, о пчелах тоже надо думать, их надо защищать. То есть в это время, когда мы ждем, не будем обрабатывать. Это либо рано утром, либо поздно вечером. То есть надо дождаться, чтобы пчелы были в уликах. Просто закрыть их, сделать обработку, и потом выпустить через них это время. А если в посадки, то скажите, пчелы пойдут в Акации. У нас все посадки, в основном Акациевы. Они пойдут на поле? И еще одна вопрос. Если поставить халипин в линии с деревьями, эти деревья дают много плавки. Они надеются, что... Конечно, есть победа. Конечно, мы знаем, что они не будут 100%. И вы будете пили. Конечно. Конечно, подразумевается, что будет конкуренция, но... Но у нас есть очень большой эффект пчел в опылении. Просто эффект пчел в опылении, он настолько большой, что... У нас и подсолнечник цветет, может, рядышком с полем с арбузом. Ну, как бы, мы об этом знаем. Но никто не ожидает, что пчелы соберутся и все 100% пойдут по команде на арбуз. Конечно, они разделятся. Окей. А на обычных арбузах? Они тоже работают? Они могут работать, но нет смысла. Ну, он и так себя хорошо запиляет. Да. А у нас завязывается, чтобы 5-6 арбузов. Все это 2 или 1. На диплоидных? Ну, вообще нет. На диплоидных? На диплоидных? На диплоидных? Если, например, и кладка сетит 4-5-6 арбузов, и лапит, то это же происходит? Конечно. Конечно, происходит. Скажите мне, не больше, чем 3 фрути по плантам, большие фрути, это достаточно. 2-3 фрути, это означает 2.5 фрути, мы называем. Если вы считаете 2.5 фрути, вы получаете 5,000 фрути, и по плантам вы получаете 2 или 3 фрути, и каждый из них 8 или 10 килограмм, вы можете считать, сколько, 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 сколько. Сбрасывание плодов это явление, которое встречается везде. То есть они считают так, если на растении 2.5 фрути, это хорошо. А как он убирается, сразу массово весь или выбор? Мы об этом скажем, но пришли к выводу, что все-таки поэтапно, 2-3 выборки для безсемянника это оптимальный вариант. А потом он нарастает? Что? А потом он нарастает? Да, он же получается 1 вес побольше. Нет, вот мы выбрали 3 выборки сделали, потом он продолжает нарастать? Нет, 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 мы же занесли пчелы, опылилось 2-3 плода. И мы ждем, и мы ждем. 1 вес дозрела 1, и мы зашли 1 раз убрали ее. 2 вес немножко попозже, зашли убрали, потом 3 раз пришли 3 вес убрали. То есть 4-5 мы же не дали возможности растению опылить эти плоды. 2 вес убрали. И мы дальше немножко затронем поливы и удобрения. 2 вес убрали. 2 вес убрали. 2 вес убрали. 3 вес убрали. 1 вес убрали ж **** 1 вес убрали? Воз alltри Quando后 creatures 발ш Caniam его thread him, 1 вес убрали, 1 вес убрали. 2 вес убрали Горь marci skin, 2 вес убрали, даже детстве упрали ж Deми respond. то что касается поливов если мы перед высадкой понятно что мы проливаем гряды чтобы они немножко смочились после высадки обязательным условием является пролить почву если у нас большие площади и мы высадку делаем быстрее чем проливаем ну как бы один день задержки ничего страшного но после высадки обязательно нужно пролить а у нас нам чтобы чтобы пролить от плать от от до 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 нужно поливать большими нормами потому что если мы поливаем по чуть-чуть у нас промачивается очень мало почвы и корневая система она не не углубляется если мы хорошо промочим почву корневая система изначально будет развиваться лучше и будет идти глубь глубь почвы то что касается поливов это наверное один из самых сложных вопросов потому что ни один ученый вам не скажет конкретно вот вы поливаете вот там такое-то количество объем воды из такой-то периодичностью потому что слишком много параметров от которых зависит это решение во-первых это структура почвы если это пески конечно поливаем чаще если это черноземы либо вообще стулинок тогда поливать надо реже конечно эту почву плюс условия выращивания я имею ввиду ну какая температура тоже будет зависеть и еще один из факторов как я уже сказал это условия выращивания конечно же фаза развития культуры то есть имеется ввиду что до закладки плодов до интенсивного роста плодов у нас все-таки идут поливы значительно меньшими нормами если весной холодно там как-то вот вы говорите много надо поливать сразу наоборот холодно и грибки сразу после высадки имеется ввиду полив после высадки должен быть вот именно он очень обильным именно а дальше в дальнейшем до момента закладки плодов два-три плода на растение когда они уже начинают нарастать мы поливаем небольшим до плодов да 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 и его кормят молит должен быть какой большой или маленький наоборот меньше 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 меньшими нормами да вот когда уже плод нарастает это самое большое потребление воды а сколько кубов на гектаре джордж ты хочешь и не пауза ты берешь таки сколько кубов будет зависеть от стадии развития нет стадии максимального потребления наливания 5070 кубов а не 100 не 100 не 100 если 5070 то меня устраивает а да а он он Как я и говорил, 60-70 кубов каждый день. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.